Как говорится в пословице, готовься не летом, телегу зимой, а физическую подготовку в межсезонье. Но перед тем, как выйти на поле, нашим футболистам надо пройти множество обследований. Именно здесь, на беговой дорожке, начинается то, что поможет нам побеждать в будущем. Нажимаем на старт и побежали! Обследование наших футболистов в этом году было разделено на две части. Первая мало отличается от обычной медкомиссии, а вот вторая – самая интересная. Каждый игрок прошел так называемое функциональное тестирование. Рост, вес, биоимбеданс – это соотношение в теле спортсмена жира и мышечной массы, плюс нагрузочный тест. Во всем этом нам поможет разобраться команда специалистов из Гомельского университета. Наш опыт работы показывает, что физическая, функциональная готовность футболиста играет очень большое значение. Сегодня для тренера очень важно, с какой платформы стартовать в будущий сезон. От тех данных, которые мы сегодня получим, от тех цифровых значений, тренер, соответственно, строит стратегии развития и тренировки клуба. И, соответственно, мы указываем на те индивидуальные особенности каждого футболиста, которые, на наш взгляд, он должен дорабатывать самостоятельно. С виду все довольно просто. Футболист бежит по дорожке, пока хватит сил. А вот дальше начинаются чудеса или наука. Через специальную маску в компьютер поступает газоанализ дыхания спортсмена, а научная группа видит физиологические показатели сердечно-сосудистой и дыхательной систем. Время от времени тест прерывается для анализа лактата, всем известной как молочная кислота. Если уровень выше определенного, наступает так называемый анаэробный процесс. Простыми словами, организму не хватает внутренних резервов. И к тому же усталость начинает усиливаться. Именно в определении этого порога смысл теста. Но и это еще не все. Кроме этого, мы делаем 6 тестов так называемой статики в покое. И после того, как футболисты делают нагрузочный тест, мы еще один делаем тест на реакцию выбора, которая показывает, насколько физическая нагрузка вметает его нервную систему. И, соответственно, насколько он может себя в экстремальных устойливых использовать, значит, себя на поле. В одних случаях некоторые футболисты, они очень легко переносят вот эту так называемую лактатную терпимость. То есть, закисление, как называют это футболисты. А другие, действительно, после того, как они проводят серьезную работу, они действительно очень здорово выключаются из игры. Да уж, для обычного болельщика это может оказаться достаточно сложным. Посему не будем углубляться и переносимся в лихоатлетический манеж, где от теорий переходим к практике. Сегодня мы провели педагогическое тестирование, оценили скоростные качества, скоростные силовые качества футболистов, немножко силовые, а также уровень их специальной выросленности. В последнее время доказано, что футбол это скоростно-силовой вид спорта, где проявление вот этих спринтерских возможностей, скоростно-силовых возможностей футболистов и предопределяет результат. Да, то есть футболисты за тайм совершают до 30-40 спринтов, рывков, вступают в короткие единоборства и как раз-таки они предопределяют результат. И, конечно, мы знаем определенные нормы, которым должен соответствовать каждый футболист. Может быть, в зависимости от амплуа, конечно, от позиции, чтобы соответствовать уровню игры в команде мастеров, в команде высокого уровня. Установленный факт в физиологии, в средней методике спортивной тренировки, чтобы определить максимальные резервные возможности спортсмена, для этого по полюсу подходит тестирование с максимальной нагрузкой, тестирование со ступенчато повышающейся нагрузкой. Поэтому в бип-тесте есть определенная звуковая дорожка, звуковые сигналы, которые и предписывают спортсмену постепенно увеличивать интенсивность, но при этом каждый определенный промежуток времени. То есть каждую минуту, отрезки футболист должен пробегать все быстрее и быстрее и постепенно доходить до субмаксимального темпа. Конечно, не спринты, но высокий темп. Таким образом, мы получаем максимальные аэробные возможности, видим, и специальную подготовленность. Ну что же, тестирование закончено, теперь можно и играть спокойно. Кстати, уже в эту субботу состоится матч Динамо-Крунгачи. Первый товарищеский матч межсезонья. Так что всех просим на стадион, скучно точно не будет.